Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы будем готовить диетический обед. Для этого нам потребуется около 500-600 грамм куриной грудки, 250 грамм творога, 1 яйцо, 1 луковица, 2 дольки чеснока, также перец черный и красный и соль. На гарнир у нас будет гречневая каша. Итак, нарезаем грудку. Я её предварительно помыла. Сейчас я её просто измельчу в блендере. Порежу помельче. Также вместе с грудкой я измельчу лук и чеснок. Блендера нет, можно сделать фарш через мясорубку. Большого значения это не имеет. Пускай вас не смущает наличие творога в котлетах. Он как творог не чувствуется, но котлеты будут нежные и более пышные. Измельчаем в блендере курицу вместе с луком и чесноком. Потом туда добавим творог и яйцо. И всё вместе сделаем в однородную массу. Лук с чесноком я предварительно помельче порезала. Чтобы он у нас вообще был мелкий. Фарш готов. Добавляем сюда 250 грамм творога. Одно яйцо. Соль. Полторы чайной ложки. Чёрный и красный перец. Добавят пикантности нашему блюду, но не очень много. Красный, чёрный. И всё хорошо перемешиваем. Фарш у нас готов. Как и любой фарш для котлет, нам его необходимо отбить. Для этого мы в пакет складываем наш фарш. Чтобы у нас брызги не летели в разные стороны. И просто поднимаем вверх над столом, будем кидать. Ну, хотя бы раз в 10. Масса котлетная будет более пышная. А котлеты, в свою очередь, во время выпечки или варки на пару не распадутся. Вот так. Оставляем немного места. Когда завязываем пакет. То есть не плотно к фаршу. Просто поднимаем и кидаем. И хотя бы раз в 10. Таким образом. Ну вот, фарш у меня отбит. Видите, он вообще приобрёл консистенцию. Друг от друга не отличающуюся. То есть он между собой соединился полностью. Теперь займёмся приготовлением каши. Для этого отмеряем 3 мульти стакана крупы. Это где-то 2 обычных стакана выходит. Сейчас нам необходимо крупу промыть. И будем ставить готовиться. Гречневую крупу мы промыли. Отправляем крупу в кастрюлю. И заливаем в пропорции на 1 мультистакан крупы, 2 мультистакана воды. Воду буду лить холодную, потому что у меня ничего не обжаривалось. Так, на 3 мультистакана крупы мне потребуется 6 мультистаканов воды. В принципе, вы можете обжарить лук с морковью перед тем, как ложить гречневую крупу. И тогда заливать необходимо крупу будет. Горячей водой. Дальше добавляем соль. 2 чайные ложки сверху. Устанавливаем корзину пароварки. И на корзину пароварки будем класть котлеты. Формируем их руками. Руки смачиваем в воде. Чтобы фарш у меня формировался. Котлетка лепилась равномерная. Примерно одинакового размера. Достаточно пышненькая и объемная. Подливой будет у нас служить сметана или питьевой йогурт. Так как блюдо у нас диетическое. В него мы добавим порезанное мелкое зелье. Из оставшегося фарша я сделаю тоже котлеты и положу их в морозилку. Чтобы потом в следующий раз просто достать и положить уже на корзину пароварки. Итак, теперь ставим готовиться. Закрываем крышку. Выбираем меню. Режим крупа. 40 минут на режиме будет достаточно, чтобы гречневая каша, а также котлеты были готовы. Итак, подготовим соус для котлет. Мелко порежем зелень. У меня укроп и петрушка. Блендером в этот раз измельчать не буду, иначе сметана у нас опять станет зеленого цвета. Достаточно мелко измельчить ножом. Смешаем сметану и зелень. Добавим небольшое количество соли. Можно добавить перца по желанию. У меня будет зеленью. И хорошо размешать. Соус для котлет готов. Прошло 40 минут. Наше блюдо готово. Такие котлеты получились. И теперь можно накладывать. В кашу мы положим сливочное масло. В гречу мы добавим около 50 грамм сливочного масла. Хорошо все перемешаем. Гречка получилась рассыпчатой. То есть хороша для гарнира как раз. Масло впитается и можно накладывать в кашу. Сверху накладываем соус. И можно положить еще свежие овощи. Помидоры, к примеру. Подавать к столу. Приятного аппетита! И до новых встреч!